В Баткенской области нехватка чистой питьевой воды наблюдается практически в каждом селе. За 20 с лишним лет системы водоснабжения были построены только в 42 селах, а всего в регионе имеется почти 200 населенных пунктов. Работа в данном направлении активизировалась после того, как президент определил программу ТАЗАСУ приоритетом государственной политики. На сегодняшний день при поддержке различных международных доноров строительство системы водоснабжения начато в 65 селах области. В самом городе Баткен проект ТАЗАСУ реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Баткен завершена на 72%. Подробности далее. В 35 километрах от города Баткен в горах Сары-Таш подходит к завершению строительства водозабора. Благодаря этому объекту объем чистой питьевой воды, поступающей в город, увеличится в несколько раз. На строительство сооружения по проекту реабилитация системы водоснабжения и канализации было выделено 100 тысяч евро. Сейчас питьевой водой Баткен обеспечивают четыре старых резервуара, поэтому строительство водозабора ведется быстрыми темпами. Раньше мы не могли обеспечить наших жителей необходимым количеством воды. Теперь это стало возможно благодаря новым колодцам. Воды будет в достатке. Проект по реабилитации системы водоснабжения финансируется Европейским банком реконструкции и развития. Общая сумма проекта составляет 29 миллионов евро. В рамках первого этапа было выделено 4 миллиона евро. Система водоснабжения, построенная на эти средства, обеспечит питьевой водой 2000 домохозяйств. Работы подходят к концу. Осталось буквально в течение недели нам закончить. Но вода уже, самое главное, к чему мы стремились, вода уже поступает в город. Работы в городе будут закончены в течение двух-трех месяцев. На сегодняшний день в домах местных жителей уже установлено 640 счетчиков воды. Общая протяженность новой канализации составит 6 километров 600 метров. Для определения качества воды на 129 тысяч евро будет построена лаборатория с необходимым оборудованием. Еще на 229 тысяч евро муниципальное предприятие Тазасу закупит спецтехнику и оборудование. Строительство водозабора на участке Сарыташ был проблемным вопросом, который мы разрешили. Уже в ближайшие дни начнется подача воды в город Баткен и проверка новой системы. В целом реабилитация системы водоснабжения и канализации в Баткене завершена на 72%. Мы планируем завершить всю работу в течение двух месяцев. Сейчас устанавливаем счетчики. Далее будем ремонтировать канализацию. Чистой питьевой водой будут обеспечены и жители новостройки Четбулак. Здесь планируется строительство резервуара объемом в тысячу кубометров. Также в ближайшее время пройдет тендер на реабилитацию системы водоснабжения в Айлокмуту Карабулак. Водоснабжение в Айлокмуту Карабулак будет проведено с помощью фонда Агахана. Это очень большая территория. Население самого крупного села составляет 13 тысяч жителей. Есть и другие села. Жители будут не только обеспечены питьевой водой, но и увеличится количество орошаемых земель. Напомним, что обеспечение населения чистой питьевой водой является стратегической задачей государственной политики президента. Ее реализация находится под личным контролем Сорунбая Дженбекова. В марте этого года глава государства посетил с рабочим визитом город Баткен и лично ознакомился с проводимой работой. Сорунбая Дженбекова С завершением проекта Тазасу 98% жителей города будут обеспечены чистой питьевой водой. А вот с завершением другого крупного ирригационного проекта строительства Дюкера Максад-2 появится 1800 гектаров новых орошаемых земель, что также решит комплекс вопросов приграничной зоны. Появятся новые рабочие места, повысится экспортный сельскохозяйственный потенциал области. Еще один ключевой ирригационный проект – это строительство канала Р-4 в селе Джаныджер Баткенского района, который также посетил глава государства. Р-4 позволит ввести в эксплуатацию 1250 гектаров новых орошаемых земель и обеспечит поливом еще 1500 гектаров земель. Напомним, что развитие ирригации и обеспечение населения питьевой водой Сорунбай Дженбеков определил в качестве приоритетов своей президентской деятельности. Мадина Низамова, Рыскельды Кокульбеков, ЛТР, Бишкек.